Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем наши регулярные выпуски рубрики «Камчатка день за днём». В этой рубрике я рассказываю, как в разные годы века минувшего жил наш полуостров. Выпуски подготовлены по материалам старых документов и не менее старых газетных публикаций в основном советского периода. И, Боже, вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Сегодня мы узнаем, что происходило на Камчатке с 25 по 31 октября в различные годы 20 века. Итак, мы приступаем к нашим увлекательным краеведческим изысканиям. 25 день октября 1975 год. Газета «Карякский коммунист», до этого называвшаяся «Карякским большевиком», а сейчас носящая название «Народовласти», выходящая в столице Карякского округа Палане, пишет о зверобоях на островах Пенжинской губы. Раньше, пишет газета, охотники выходили на промысел на байдарах, маленьких, но устойчивых, на морской воде суденышках, сделанных из каркаса, обтянутого шкурами. Но, как бы ни были устойчивы байдары, случались несчастья. Осеннее море коварно. Речь идет о том, как «Каряки» Пенжинской губы промышляли лахтака, морского зверя. Для чего его промышляли? Газета поясняет, жир животных используется зимой как подкормка для оленей, а шкуры – для изготовления подошв тормозов и украшений на меховые одежды. В последние годы, пишет «Карякский коммунист», правление артели использует для перевозки охотников малый рыболовный сейнер. В сентябре судно перебросило из Перени к острову Иткана бригаду промысловиков во главе с Сергеем Челкуниным. К острову Шестакова бригаду во главе с Борисом Эмельхутовичем и Келаном, заменившим в нынешнем году известного охотника Андрея Поковича Милико. Да, это правда, это правда. День следующий, 26 октября, 1982 год, газета «Камчатский комсомолец». Газета сообщает, что в Усть-Большерецком районе на речке Удочки побывала группа специалистов головного всесоюзного научно-исследовательского института охоты и звероводства и его камчатского отделения. Цель экспедиции, пишет камчатский комсомолец, наблюдение за бобрами, оказавшимися после тайфуна, в нелегкой ситуации. Их плотины были разрушены, а норы повреждены. Сумел ли меховой народец, не так давно акклиматизировавшись на полуострове, преодолеть невзгоды? Я считаю, что половину можно оставить, половину как бы пустить на расход. День следующий, 27 октября 1917 года, газета «Камчатский листок» опубликовала в этот день список кандидатов в члены учредительного собрания. Это Анатолий Батурин, социал-революционер, который состоял при экспедиции по исследованию соболиного промысла, Иван Голованов, социал-демократ, помощник областного комиссара, Лавров Константин Прокопьевич, социал-революционер, областной комиссар. Ну и еще три кандидата. Полностью со списком кандидатов в законодательное собрание и с полными текстами документов и газетных публикаций, Использованных в выпуске, вы можете познакомиться на моем канале «Яндекс.Зен», Который также называется, как и канал «Здесь», «Камчатка с Александром Петровым». Как познакомиться? Для этого нужно пройти по ссылке в описании. И вы попадете на канал сервиса «Яндекс.Зен», «Камчатка с Александром Петровым». Продолжаем наше изыскание в части того, что творилось на Камчатке в разные годы века минувшего. 28 октября 1958 года газета «Камчатский моряк» опубликовала стихотворение под названием «Песня молодого матроса». Это стихотворение написал некий Дружинин. «А ну-ка, баян, растяни, баянист, в далеком Камчатском краю, Хотя не певец я и не артист, но песню о флоте спою. Споем веселее, мой друг молодой, о нашем вожде рулевом, О самой великой и самой родной, о партии песню споем». Ну и так далее. Дурно зарифмованная большевистская ахинея. День следующий, 29 октября 1938 год. Газета «Камчатская правда» пишет, как в 1931 году даль рыбой в виде опыта и завезла на Камчатку 113 карасей, Которые были выловлены в бассейне реки Амур и пущены в озера около сел Нижнекамчатск и Ключи. Начиная с 1934 года, пишет «Камчатская правда», В путинное время караси стали попадаться в небольшом количестве вне вода и сети. Это показатель того, что они хорошо размножаются. Наконец-то вы узнали правду. Напомню, что по ссылке в описании на моем канале Яндекс.Зен можно познакомиться с полным текстом документов и газетных публикаций, использованных в выпуске. 30-й день октября 1976 год. Газета «Аллиутская звезда», до сих пор выходящая на острове Беринга в селе Никольском, пишет в рубрике «Рассказы об односельчанах» о Зинаиде Прокопьевне Заводиловой, заведующей детскими яслями, которая раньше заведовала детскими яслями на острове Медном в селе Преображенском, потом большевистская власть закрыла это село, признав его бесперспективным. Но это была традиционная политика советской власти – закрывать малые населенные пункты, подрывая традиционный уклад жизни. Рад я, что дожил до этого времени. Потом Зинаида Прокопьевна Заводилова возглавила ясля уже в Никольском. Ну, вы сами уже знаете, где читать полный текст статьи. И последний день октября 1917 года, в этот день вышло постановление комиссии по благоустройству города Петропавловска. Пункт 1. Всем иностранным подданным, живущим в городе Петропавловске, воспретить лов всякой рыбы крупной и мелкой неводами и сетками. Пункт 2. Разрешается иностранным подданным для собственного пропитания лов рыбы мелкими орудиями в ковше и Авачинской бухте, с очками, крючками, мелкими накидными сетками. Настоящее постановление входит в законную силу со дня его опубликования. Виновные в неисполнении сего подвергаются законной ответственности. Председатель комиссии Сычев. Вот и закончился октябрь. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать, что происходило в разные годы века минувшего на Камчатке. Это точно. А если вы Абрамы Радства Непомнящие, можете ставить дизлайки. Но это не точно. Пишите комментарии. Напоминаю, что один раз в месяц на моем канале происходит розыгрыш какой-нибудь моей книги о Камчатке среди тех, кто оторвал от сердца и прислал денежки в качестве пожертвования так называемого доната на номер карты, указанный в описании. Ролик о том, как один жертвователь получает фотоальбом, вы можете увидеть по ссылке в описании. А если вы здесь впервые, то, пожалуйста, для того, чтобы не пропускать новые видео на канале, выполните рекомендации вот по этой подсказке в правом нижнем углу экрана. До свидания.